Персональная летающая тарелка Зева совершила свой первый испытательный полет. Джетсон первой в Европе начала продавать пилотируемый летающий дрон. Роботы-доставщики Нюра следующего поколения получат подушки безопасности для пешеходов. Двуногий робот научился взлетать и висеть в воздухе. Об этом и многом другом поговорим сегодня в нашем выпуске. Меня зовут Андрей, я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Не прекращается дискуссия вокруг весьма спорной концепции будущего одноместного воздушного такси компании Зева, которая выполнена в форме летающего диска, впервые представленного в ноябре минувшего года. В компании убеждены в неоспоримых преимуществах своего детища. Их воздушное такси по сравнению с другими очень компактно, соответствует габаритам мотоцикла и легко помещается в обычном гараже. Ему также не требуется большой площади для посадки. Простая схема без наклона тяги гарантирует быстрый маневренный полет в двух режимах – вертикального взлета зависания и горизонтального перемещения. В компании убеждены, что поскольку абсолютное большинство потенциальных пользователей добираются на работу в одиночку, нет смысла увеличивать количество мест в такси больше одного. Тогда летательный аппарат сможет разгоняться до максимальных 250 км в час и летать на дальность до 80 км. В качестве перспективного рынка в ЗЕВ рассматривают развивающиеся островные государства, а также немалое количество любителей острых ощущений по всему миру. Первый заснятый на видео беспилотный полет ЗЕРУ, прототипа будущего воздушного такси, продемонстрировал уверенный взлет, выполнение нескольких очень простых маневров и приземления. Пока в компании не планируют отработки горизонтального движения, что, однако, не означает отказ от идеи необычной и весьма интересной техники полета. В случае успеха проекта цена серийных аппаратов составит около 250 тысяч долларов. Шведская компания Jetson первой в Европе создала коммерчески доступный пассажирский дрон Jetson 1, работающий от литий-ионного аккумулятора глубокого разряда производства Tesla. Летающая машина сделана из алюминия и углеродного волокна, оснащена 8-ю электродвигателями и может развивать скорость 102 км в час при максимальном времени полета 20 минут. Октокоптер оборудован баллистическим парашютом с быстрым раскрытием, бортовым компьютером с тройным резервированием, датчиками LIDAR и автоматическим наведением для безопасного уклонения от препятствий и удержания высоты. Аппарат стоит 92 тысячи долларов США и доставляется в частично разобранном виде, как комплект для домашней сборки. Он содержит все, что нужно – от алюминиевой пространственной рамы для контроллеров двигателей, пропеллеров и моторов. Продукт компании Jetson предназначен для развлечения, но может быть использован для военных целей, а также в аварийно-спасательных службах, при пограничной охране или для быстрой перевозки ценных грузов. Компания Volvo представила обновленную версию электрогрузовика VNR Electric. Ключевыми достоинствами новинки стал увеличенный запас хода машины благодаря версиям с шестью батареями. В первом поколении электрогрузовик оборудовался только четырьмя батареями. Теперь же к ассортименту добавился и вариант с шестью. В первом случае доступны конфигурации с колесными формулами 4х2, 6х2 и 6х4, а во втором 6х2 и 6х4. Максимальная емкость элементов питания теперь составляет 565 кВт на час. Этого хватает, чтобы обеспечить запас хода до 440 км, что на 85% больше аналогичного показателя в первом поколении. Присутствует также система рекуперации энергии при торможении. Машины поддерживают зарядку на мощности 250 кВт, благодаря чему четыре батареи заряжаются на 80% за 60 минут, а у шести батарейного варианта это занимает уже 90 минут. Доступны стандартные зарядные коннекторы CCS1 и CCS2. Мощность двигателя составляет 455 лошадиных сил, это 340 кВт. Машина может разгоняться до 109 км в час. Присутствует также система помощи водителю, которая посредством радара и камер отслеживает дорожную обстановку и снижает риск ДТП. Компания Нюра объявила, что роботы-доставщики третьего поколения получат ряд нововведений, включая странного вида подушки безопасности для пешеходов. Модель роботов Нюра третьего поколения получит багажник объемом в два раза больше, чем у актуальной версии R2, а также возможность установки температурного режима, если доставляемые продукты должны оставаться теплыми или наоборот. Компания, которая сейчас оценивается в 8,6 миллиардов долларов, была основана двумя выходцами из подразделения Google, которая сейчас стала компанией Waymo. Роботы-курьеры Нюра с самого начала передвигаются без участия человека, причем не по тротуарам, а по автодорогам. Из всех нововведений робота третьего поколения, наиболее примечательным является, конечно, подушка безопасности для пешеходов. Ее изображение на иллюстрации напоминает надувной матрас с передней части кузова. Возможно, она и выглядит несколько нелепо, но это приемлемая плата за безопасность. Ведь робот разгоняется до 40 километров в час, а на такой скорости столкновение машины с человеком может быть чревато серьезными травмами. Производство роботов третьего поколения стартует на новом заводе компании, который сейчас находится в Неваде. Электродвигатели и аккумуляторы будут выпускаться в США китайской компании BYD, которая является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире. Запуск предприятия запланирован на текущий год. Примечательно, что бренд Нюра остается относительно неизвестным, хотя компания добилась многого. Ее машины уже давно получили разрешение на движение по дорогам общего пользования в Калифорнии, а недавно был дан зеленый свет на организацию коммерческого сервиса доставки. Австралийская компания HyperSonic Lounge Systems собирается отправлять на орбиту спутники, не только дешевле и проще, но и без вреда для окружающей среды. Для этого она разрабатывает многоразовую систему на зеленом, то есть полученном с помощью возобновляемой энергии водороде, которым будут заправлять гиперзвуковые самолеты, разгоняющиеся до 12 махов. Трехступенчатый стартовый комплекс VeraWay состоит по замыслу инженеров компании HyperSonic из многоразового орбитального аппарата Delta Velas Orbiter и ракеты-носителя Boomerang, тоже многоразовой. Ракета-носитель разгоняет орбитальный аппарат до скорости в 5 махов, после чего отделяется и возвращается назад. Тем временем аппарат продолжает полет, достигает 12 махов и проникает в верхние слои атмосферы, где и выпускает спутники массой до 50 килограммов, которые затем отправляются на низкую околоземную или гелиосинхронную орбиту. Вторая ступень также возвращается на базу и садится, как обычный самолет. Ее можно быстро дозаправить и подгонять к следующему старту. Компания рассчитывает увидеть Delta Velas Orbiter в воздухе примерно к 2024 году. Однако прежде эффективность системы должна быть подтверждена с помощью уменьшенной копии, длиной всего 2,8 метра, которому будет достаточно одного двигателя. Запуск намечен на первый квартал 2023 года. Полноразмерный аппарат будет в 4 раза длиннее – 12 метров. Размах крыльев будет 3,5 метра, диаметр – 1 метр. Китайские инженеры научили двуногого робота Jet HR-2 подниматься в воздух и зависать на одном месте, используя вентиляторы в стопах. Внешне робот представляет собой две ноги, соединенные сверху, но без туловища. У робота есть 4 вентилятора, по одному в стопах и еще два на уровне пояса. Летом 2021 года разработчики впервые показали, как он отрывается от земли. Но на тот момент в нем использовались простые алгоритмы управления тягой, которых было недостаточно для нормального полета. Из-за этого робот не мог зависнуть на одном месте, его приходилось держать руками. На днях инженеры продемонстрировали прогресс в разработке алгоритма управления полетом. Теперь робот способен взлетать и зависнуть на одном месте. Несмотря на то, что при зависании над полом робот немного смещается в ту или иную сторону, в целом полет можно назвать стабильным. Разработчики показали два успешных испытания, в которых робот провисел в воздухе по примерно 25 секунд. И одно неудачное, при котором тяга оказалась слишком высокой и он улетел почти до потолка. После чего его двигатели пришлось отключить. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, подпишитесь на наш канал, рекомендуйте его друзьям. И не забывайте ударить в колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Оставляйте свои комментарии внизу под выпуском и проходите по ссылкам на все наши полезные ресурсы. Ну а на этом я буду заканчивать. Благодарю вас за просмотр. С вами был, как всегда, Андрей. Желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok